На центральной площади в микрорайоне Соколовка эта фруктовая палатка не работает уже несколько дней. Продавцы говорят, что причиной этому стали непрекращающиеся угрозы со стороны конкурентов. Конфликт, по их словам, длится уже довольно давно. Пару лет назад неизвестные избили хозяина киоска и его дочь. Чтобы как-то защититься, люди установили по периметру своей палатки камеры видеонаблюдения. Также сейчас они выходят на ночные дежурства. По их словам, сначала неизвестные облили автомобиль управляющего кислотой, а на прошлой неделе киоск пытались поджечь. На следующий день, 11 октября, соответственно, предприниматель Махмудян, который владеет этой палаткой, и мой брат, который работает здесь с управляющим, написали заявление в полицию о поджоге. Сразу же, в этот же день, то есть реакция была не со стороны полиции, а со стороны преступников. Стали поступать угрозы. Угрозы стали поступать от лиц кавказской национальности. Ну, как-то не принято называть преступников, пока их суд, скажем так, не признал преступники. Но угрозы, можно сказать, когда поступали, они поступали от владельца магазина, который здесь находится буквально недалеко, тоже в 50 метрах. Соответственно, угрозы в какой форме проводились? Подъезжает машина, высовывается человек и начинает угрожать. Мы вам отрежем голову, показывают знаки, там такие вот, ну, такие вот угрозы пошли. По словам владельцев палатки, на все заявления в правоохранительные органы, по фактам этих преступлений, вразумительного ответа не последовало. В обоих случаях преступников так и не нашли. Сейчас после поджога люди боятся потерять не только имущество, но и свою жизнь. Мы боимся за нашу жизнь. Что они от нас хотят, не знаю. Вот эти законы, горные, они должны понять, что здесь не та страна. Тут Россия. Не надо, если вы не любите, вот мой муж русский, они не любят русских. Они говорят, мы тут короли Соколовки, мы тут все купили, все, служите нам. Не допустить разжигания международной розни, потому что терроризируют лица кавказской национальности. Мы с братом русские, девушки, которые работают, они россиянки армянского происхождения, но родились и выросли в этом городе, в нашем, в Рязани. Вот, соответственно, ни в коем случае это никакая не межнациональная рознь, это настоящее преступление, которое необходимо расследовать в кратчайшие сроки. Впрочем, по словам местных жителей, в районе Соколовки законность не действует уже давно. Вот видео все с тех же камер видеонаблюдения, установленных на торговом киоске. Люди говорят, что драки на центральной площади Соколовки происходят чуть ли не ежедневно. Полицейских же патрулей здесь горожане не видели уже давно. Вот и выходит, что обуздать уличную преступность местные полисмены то ли не в состоянии, то ли заниматься ей не хотят. Торговцы почти уверены, что и недавний поджог останется нераскрытым, однако сдаваться и закрывать свою торговлю фруктами они не намерены. Сейчас они написали заявление в Рязанскую прокуратуру. Редактор субтитров А.Семкин